Всем привет, ребята! Вы на канале Аспекты Мир Меокиперства, и сегодня я вам разберу вид Компонотус Японикус. Ну что ж, начнём с размеров. Компонотус Японикус имеют схожие размеры с вагусами, матки 17-18 мм, солдаты 16-17 мм, ну как правило 16,5 или 16 мм, рабочие 7-8 мм. Также внешним видом они тоже отличаются от вагусов. Рабочие более, так сказать, изящные, более узкие, голова поуже, а брюшка, как правило, немножко поуже и подлиннее. Солдатов толком не могу сказать, потому что вроде бы как внешне они толком не отличаются, но рабочие вполне легко отличимы, поэтому эти виды не так уж и сильно друг на друга похожи, как, например, саксатилиса и вагус. Обитают они даже в России, несмотря на свои названия, однако просто их открыли в Японии, поэтому такое у них название. Они примерно обитают до Иркутска. Дальше не знаю, потому что могут и быть, может и нет, потому что они даже если обитают, то могут быть просто очень редкими. В любом случае они очень интересны. Также имеют зимовку не такую большую, как и вагусы. Вместо 4-5 месяцев примерно 3-2, а некоторые японикусы с Южной Кореи, с самого юга Южной Кореи, могут вообще не иметь зимовки или просто маленькую диапаузу примерно месяц или полмесяца даже. Этому я могу с уверенностью сказать, что это отличное заменение тем же кампам, например, вагус и ресаксатилис, потому что они имеют схожие размеры, также довольно-таки агрессивны и не такие уж и трусливы, как те же, там, не знаю, филахи, потому что филахи, ну, рабочие очень боятся добычи. Все-таки вагусы или японикусы будут повернее. Однако, если честно, то все-таки вагусы будут поагрессивнее. Но все равно японикусы могут за себя постоять, а солдаты у них выполняют напрямую функцию по их названию. Они воюют. Также японикусы имеют, как я говорил, менее большую зимовку, и поэтому они будут все-таки поинтереснее тех же вагун. Вообще, я советую большинству киперов подержать этот вид. Он интересный, большой, за ними и реально очень круто наблюдать. В любом случае, это тоже опыт, потому что таких кампов, как правило, ну, в России-то большинство киперов-то живет все-таки не в Сибири, поэтому мало кто сможет содержать их. Поэтому, как правило, их покупают. Стоимость у них небольшая, тысяча-полторы. Если больше, то, как правило, это уже южные японикусы, которые не имеют зимовки. А если вы купили южных японикусов, то это, по факту, филайхи, только поменьше и немножко поагрессивнее. А перейдем к заключению. Это довольно интересный вид, имеющий большие размеры, рабочие 7-8, солдаты 16-16,5, а матки 17,5-18 миллиметров. Также имеющие никакую агрессию для кампов. И, что характерно, у них есть тоже небольшая кислота, хоть и не особо сильно заметная. Также они очень интересны и, как правило, у нас именно в России не обитают, если за исключением там Дальнего Востока. Что ж, это на сегодня всё. Я вам рассказал про Компонотус Японикус. Если хотите разборы каких-нибудь ещё видов, пишите в комментах. Всем муравьиных маток и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok